То, что людей тревожит ситуацию, это безусловно. Относительно, можно говорить так, обывателя всегда беспокоит опасность войны и тому подобного. Хотя в большинстве своем люди относятся абсолютно индифферентно к тому, что происходит, потому что понимают, что нет предпосылок и необходимости такой нет. Вот и возьмите одна тема, которая является предметом дискуссии на международном уровне. Здесь идут учения военные. Московский министр Лавров говорит, что это наше дело, мы на своей территории проводим учения. Он прав, он прав по-своему. Предложение по поводу продвижения НАТО на Восток. Я, например, 30 лет выступаю против, категорически против этого, потому что это меняет геополитическую ситуацию в мире, и это не нужно делать. Тем более, там были обещания, я об этом даже не говорю. Гарантии давали устные пока, но это все ерунда. Кажется, что это по-другому решается. Они выставляют, что каждая страна имеет право на и так далее, тоже по своему праву. Вот сходятся вместе две эти правды, и получается, что конфликта и толку нет никакого. Надо договориться, надо освещаться, надо думать, как избежать противостояния. А в данном случае меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича, чтобы он в меру своих возможностей, они у него приличные, очень помог с этим делом, скажем, с этим напряжением погасить его. На что он выразил свое понимание и необходимость, и согласие принимать в этом участие, это большое дело, я так считаю. Я в детали не буду сейчас распространяться, потому что это связано с тем, что предполагается, будет так, будет, посмотрим. Мне кажется, что это должно повлиять на снятие вот этого искусственно созданного напряжения. Созданного, я даже сказал бы, не украинской властью, не там российской стороной. Это создано интересами тех, кто сидит за океаном и думает, что он до сих пор управляет миром так, как он хотел бы управлять.